Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационно-просветительская передача «Свет миру». 18 февраля в Христорождественском кафедральном соборе города Липецка состоялось архиерейское богослужение в честь Вселенской Родительской Субботы. Более подробно об этом и других событиях вы узнаете из рубрики «Епархиальные вести». Для каждого человека неизбежен час, когда его останки будут преданы земле и будут покоиться там до всеобщего воскресения. Поминовение таких людей, усопших, освящено древним церковным обычаем и совершается в 3, 9 и 40 дни после кончины. Но также церковь установила особые дни для торжественного поминовения всех от века представившихся отцов и братьев по вере, как и тех, кто, будучи застегнут смертью, не был напутствован в загробную жизнь молитвами церкви. Совершаемые при этом панихиды называются Вселенскими, а дни поминовения – Вселенскими Родительскими Субботами. 18 февраля в Христо-Рождественском Соборе города Липецка состоялось торжественное богослужение во Вселенскую Родительскую Мясопустную Субботу. Литургию возглавил Высокопреосвященнейший Никон, митрополит Липецкий и Задонский, в сослужении Преосвященнейшего Ефимия, епископа Усманского, Духовенства Собора и Епархии. Преосвященный, митрополит, архиепископы, епископы православные, весь священческий монарский чин, настоятели прихожих святаго храма сего, строители, благокрасители, жертвители святаго храма сего, вас и всех православных святят, да поменят Господь Бог по Царстве Своем, всегда, ныне и прислай, во веки веков. Мясопустная неделя посвящена напоминанию о последнем Страшном Суде Христовом. Ввиду этого церковное собрание молитве напоминает не только живых членов, но и всех от века скончавшихся, всех родов, званий и состояний, и молит об их помиловании. Вечный покой подашь Господи всем землянами напоминаемым, усопшим православным крестьянам и сотворим вечною «Всякий грех, и малый, и большой, он является пропастью, то есть средостением между Богом и человеком. И так как человек умерший уже не имеет возможности раскаяния, покаяния, потому что только живые имеют такую возможность, то, учитывая, что у Бога нет мертвых, но все живы, и что есть церковь небесная, есть церковь земная, то мы эту пропасть за этих людей, можно сказать так, преодолеваем свои молитвы и прося Господа о прощении их греков. Таким образом, Господь преклоняется на наши грешные молитвы, на молитвы церкви и по своему милосердию облегчает участь грешников, если они мучаются. А если они, может быть, не очень тяжко согрешали, то известны такие случаи, что когда Господь и из бездны за молитвы церкви выводил людей. За литургию Высокопреосвященнейший Никон митрополит Липецкий и Задонский совершил таинство священства, рукоположив водьякона Виктора Кузьмина по наморяя Липецкого кафедрального собора. Мои родители усопшие, и сегодняшний день для меня особо радостный. Почему? Я считаю это рукоположение радостным для всего нашего уже усопших и ныне здравствующих. Но для них это подарок и наилучший помин в этот день знаменательный. Почему? Потому что, как говорят, если человек начинает богослужить, в монаши, когда принимает до тысячи народа, отпускаются грехи. Это лучший помин для них. Радость для нашего рода просто неимоверная. По завершении богослужения преосвященнейший Ефимий епископ Усманский обратился к прихожанам с архипастерским словом и напутствием не оставлять молитв как об усопших, так и о живых сродниках и близких. Это имеет для нас двойное значение. Во-первых, мы перед тем, как просить милости у Бога для себя, просим милости для тех, кто уже отошел из временной жизни, в жизнь вечную. Отошел, может быть, не все успел совершить в это скоротечное время. Не у всех, может быть, попросив перед отшествием прощения или примирившись с кем-то. Ведь мы знаем, что смерть иногда застигает нас врасплох, неожиданно, скоропостижно. Почему мы и в молитвах просим, чтобы безболезненные, непостыдные, мирные кончины живота нашего. И второе значение для нас это родительская суббота имеет еще то, что мы должны помнить, что мы также странники на этой земле, что мы тоже когда-то отойдем в жизнь иную. Будем, дорогие, помнить об этом, помнить и то, что жизнь наша тоже скоротечна. И в Ветхом Завете есть слова, обращенные к нам, которые звучат, помни, сейчас смертный и вовек не согрешишь. То есть, чтобы помнили, что и мы когда-то пристанем пред Богом. Торжественное всецерковное поминовение в эту субботу усопших приносит великую пользу и помощь умершим отцам и братьям, и служит выражением полноты церковной жизни. Ведь спасение возможно только в церкви, сообществе верующих, частью которого являются не только живущие, но и все умершие в вере. В среду 22 февраля в Липецкой областной универсальной научной библиотеке состоялось награждение дипломантов регионального этапа Олимпиады по основам православной культуры «Русь святая, храни веру православную» и призеров конкурса литературно-музыкальных композиций «Досветиться имя Твое». Одним вручением поздравительных грамот церемония награждения не ограничилась. Гостей мероприятий и призеров Олимпиады своим творчеством радовали ансамбль первого курса и женский хор Липецкого колледжа искусств имени Константина Игумного. «По ангел любви летит над землей, летит над землей». «По ангел любви летит над тобой, летит над тобой». За все время проведения Олимпиады в ней приняло участие более 4,5 тысяч учащихся средних общеобразовательных и воскресных школ Липецкой области. Число победителей невелико, но в таких конкурсах участие важно не меньше победы, ведь главная цель Олимпиады – духовно-нравственное воспитание и образование подрастающего поколения. Мы нужны констатировать факт, что в России существует сейчас поколение утерянное, которое плохо подготовлено к жизни, в отношении знаний, истории, культуры. Просто люди, не просто грамотные, но вообще невоспитанные. Поэтому вот этот момент, когда детки готовятся, они читают. Они читают не просто учебник, а дополнительный материал по истории, по церковной истории. Это людей заставляет развиваться, образовывает их, являет пример, читая по истории, видит пример мужества, патриотизма и так далее. Поэтому это очень хорошо для тех, кто любит свою родину. Наша библиотека постоянно сотрудничает с епархией, с благочинием. И это сотрудничество, мне кажется, дает очень хорошие результаты в том плане, что мы, как учреждение культуры, тоже должны способствовать возрождению духовности. Это не только дело церкви, это дело интеллигенции, наверное, русской. И здесь нам очень помогает, вот в этой работе нам очень, конечно, помогает церковь. Следующая Олимпиада по основам православной культуры стартует 1 сентября 2017 года. Желаем удачи, а также усердия и внимательности при подготовке всем участникам. С понедельника, 27 февраля, в Православной Церкви начинается Великий пост. В рубрике «Благовестники» смотрите репортаж о приготовлениях к посту. С 27 февраля до 15 апреля в Православной Церкви будет длиться Великий пост, предшествующий светлому празднику Христового Воскресения. О материальном и духовном приготовлениях христиан к посту, а также о правильном поведении во время него рассказали священнослужители Христо-Рождественского кафедрального собора города Липецка, протеерей Алексей Носач и протеерей Владимир Максимчук. К Великому посту Церковь начинает готовить всех христиан за несколько недель до наступления Великого поста. И готовит прежде всего духовно, заставляя нас помнить о том, что человек не должен гордиться, и что если он подвержен греху гордости и осуждения других людей, то пост не принесет ему пользы. Об этом Церковь нам напоминает, когда читается Евангелие о мытаре и фарисее. Также напоминает нам о том, что мы во время поста должны нести духовный путь, духовное покаяние перед Богом. И об этом нам также напоминает притча о блудном сыне, которая также читается в Церкви в подготовительной неделе к Великому посту. И также о напоминании о страшном суде, о том, что прежде всего будут судимы люди по делам любви к своим ближним. И что мы, соблюдая Великий пост, мы должны также обращать внимание именно на это. Великим постом Церковный устав предписывает воздержание от пищи, исключаются мясные и молочные продукты, рыба и яйца. Исключается употребление спиртных напитков, того как курение, кто принимает какие-то наркотики, и от них нужно полностью отказаться. Нужно ограничить или полностью исключить просмотр телевизора, участие в разных увеселительных мероприятиях. Для того, чтобы все эти ограничения для нас принесли великую пользу, чтобы мы, увидев свои грехи, могли принести покаяние Господу. И временем Великого поста все ближе и ближе становиться к Богу, чтобы к началу Страстной Седмицы мы были вместе со Христом и могли, наша душа и сердце могла сострадать, сопереживать Христу. Если человек себя ни в чем не ограничивает, живет, как обычной жизнью, вне поста, то тогда для него и Пасха не будет Пасхой, потому что он не прочувствовал ничего. Никаких переживаний у него не было, никаких духовных изменений у него не было, и радости он не сможет ощутить. Поэтому все ограничения, которые есть с Великим постом, нам даны для того, чтобы мы стали лучше во всем. Святой апостол и евангелист Лука говорил, передавая слова Спасителя, «Смотрите за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими». Таким образом, увещание пастица исходит от самого Спасителя. Однако в наше время находятся многие люди, утверждающие, что в постах, кроме Великого, нет необходимости. Это заблуждение рождено из лености людей, которые не хотят понять, что значит пост в честь Рождества Христова, пост в честь Успения Божьей Матери и апостольский пост. Великий пост, конечно, самый важный и нужный пост, но никто никогда в Церкви не отменял все остальные посты. Их тоже нужно соблюдать, как многодневные, так и однодневные посты. В апостольских постановлениях мы считаем, что Аще Мирянин или Клирик не соблюдает Святую Четыридесятницу, то Клирик извержен Исана, а Мирянин отлучен от причастия. В раю Адаму первым людям была дана заповедь о посте. И часто в современном мире мы слышим такое мнение, что некоторые говорят, что пост вообще соблюдать не обязательно, что главное быть добрым человеком и все. Другие говорят, что мы будем соблюдать только первую и последнюю неделю Великого поста. Остальное время не так уж важно. На самом деле Церковь нам показывает, в самый последний день перед вступлением в Великий пост, этот день называется Днем воспоминания Адамова изгнания из рая. Мы вспоминаем, что первозданные люди были изгнаны из рая именно за нарушение заповеди о посте. И если даже людям в раю была дана эта заповедь и было необходимо ее соблюдение, то тем более нам, грешным на этой земле, окруженным различными соблазнами греховными, нам тем более необходимо соблюдение поста, украшение нашей плоти. Весь период Великой Четыридесятницы установлен как время интенсивной духовной борьбы. Все время поста в равной степени посвящено молитвам, покаянию и освобождению от пороков. Но особенно строгими и важными являются первая и последняя недели Великого поста. В самом начале пути человек должен настроиться, настроить себя так, чтобы потом уже в дальнейшем, уже пусть не такой строгий, как в течение первой недели, но все-таки это задает тон. Тон, как бы человек уже собрав себя, как бы он уже себя старается и в дальнейшем, во время Великого поста, в духовном и телесном отношении не распускать. А последняя неделя Великого поста, которая называется Страстной неделей, это непосредственно уже даже за пределами периода Великого поста, то есть сразу за 40-дневным постом наступает особая неделя, которая называется Страстной. Мы вспоминаем вспоминание страдания Господа Иисуса Христа на кресте, и в связи с этим как раз и связан вот такой строгий пост, потому что мы именно скорбим о тех событиях, которые произошли в те времена, которые мы воспоминали непосредственно перед праздником Пасхи, воскресения Христова. Главная цель поста не в материальных ограничениях, а в искоренении пагубных проявлений души и стяжании добродетелей, в совершенствовании любви к Богу и ближнему. Укращенное постом тело доставляет человеческому духу свободу, силу, трезвенность, чистоту и тонкость, по словам святителя Игнатия Бринчанинова. В рубрике «Тебе поем» смотрите музыкальный клип «Родительская суббота» на стихе Андрея Кононова. Читает Людмила Кононова. Субтитры создавал DimaTorzok Две иконы до свеча, столик панихидный, Перед ним два усача, два седых бородача, И диакон видный. Он кадилом золотым весело махает, И над ним кадильный дым сизым облаком густым благодушно тает. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Помилуй нас! А седые усачи в ризах позлощенных Полежали б на печи, да вот тут народ учи В словесах отменных. А постой-ка день деньской у престола славы, А потом еще от пояса святыми упокой гражданам державы. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Помилуй нас! Но молитвой ободрясь, старики вздохнули, И друг другу поклонясь, дважды-два перекрестясь, Сединой тряхнули, и раздался чудный глаз Три святаго пенья, так, что свой могучий бас, Дьякон спрятал про запас в день поминовенья. И казалось, братцы мне, то Россия пела о божественной стране, Где сиротствуют одни душеньки без тела. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Помилуй нас! Мы завершаем наш выпуск словами святителя Иоанна Златоуста. Как легкие суда скорее переплывают моря, А обремененные большим грузом затопают, Так и пост, делая ум наш более легким, Способствует быстро переплывать море настоящей жизни, Стремиться к небу и к предметам небесным. Ангела вам, Хранителя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова